Вы сидели дома? Я сидела дома, да, иногда выходила очень редко. Ну, ездила, иногда на дачу ездили. Вот на дачу там разгребать начали, переустройство делать на даче стали. И оказалась без работы, может, тоже. А с ним работали? Бухгалтеры. А что сейчас там? В поисках работы, как видите. Ну, улыбайтесь. Это нервно. Плинтуса прибил. Дома. Ну, а что, закрыли? Нет, конечно, вы спрашиваете, что сложнее. На самом деле, это и то, и то в совокупности вдвойне сложнее, когда и работы нет. Еще и не выйти, не погулять. И дети мучаются, маются. Как бы ты тоже там в четырех стенах сидишь. Учеба была. Учеба, учились. Сложно учиться дистанционно, как лучше? Ну, конечно, лучше, как обычно. Дистанционно не очень хорошо. Вот у нас, например, соседи с двух сторон ремонт делали. Или как ребенок может учиться в это время? Сложно сидеть дома, скажите мне. Сложно. Мне нет. Мне нравится в телевизор сидеть больше. А учиться дистанционно понравилось? Вы лучше в школу ходите? Лучше в школу, потому что много задают. Друзей не видели уже два месяца. Хочется пообщаться с друзьями, с родственниками. У меня частный дом, они не тяжело. У меня участок, собачка, так что... У меня, в принципе, ничего не изменилось. Это вот у молодых спрашивается. Я начал работать в самоизоляции, вот. Ну, я еще параллельно учусь. Я подождал, я думал, ну, вдруг выйдем сейчас. Ну, потом продлили на месте, я пошел вот подработать. А кому сложнее? Мужчина или жесть? Мужчина. Почему? Не знаю, вот у меня муж очень тяжело переносит вот это все. Он не может сидеть дома, ему надо куда-то бежать. Часть населения, которое может работать дистанционно, она будет работать дистанционно, как бы без каких-либо проблем вообще. А какая-то часть населения, и основная, скорее всего, она завязана на движении как раз в реальном времени. Я в том числе, да. Поэтому мне сидеть дома, это противопоказано вообще в принципе. Ну, вот это все дело индивидуальное, на мой взгляд. Кто-то от этого ничего не теряет, может быть, даже что-то приобретает. А многие, я считаю, что от этого потеряют, потому что, сами понимаете, как бы у нас никто тебе ничто не принесет, пока ты сам себе этого не сделаешь. Во многом поменяло отношение в семье у людей, потому что очень много стало негатива. Люди некоторые не готовы были находиться дома. Уровень насилия вырос. Ну, это как бы очень печальная такая статистика. Вы к разводам, наверное, да? Да. Ну, некоторые даже не просто к разводу, они просто даже не знают, что делать, потому что вот накал страстей. Как на улицу вы ходите? Фобии? Никакие такие вопросы? Фобии нет. Фобии у меня нет. Телевизор ничего не смотрю, стараюсь себя не расстраивать. Меня наводит на все. Сразу расстройство начинается от новостей, от телевизора, от умерших, от всего. Когда слухи где-то там, вроде не боимся, но когда коснется близких, тут уже, наверное, думать надо будет. Люди стали, наверное, более осторожными. Ну, люди изменились, конечно. Они более стали замкнутыми. Мне кажется, какое-то напряжение внутреннее у людей появилось. Что-то поменялось. И в воздухе, и в людях везде, в природе. Я думаю, что идея самоизоляции точно не удалась. Не знаю, может, в других каких-то регионах, но точно не в Саратове. По своим наблюдениям могу сказать, самоизоляцией люди занимались первые 4 дня, в начале апреля. Потом все, кому куда нужно было, все вышли и ходят.